Сибирь. Уникальный природный регион с потрясающей флорой и фауной. Здесь находится большое количество рек и озер. Самым известным водоемом является озеро Байкал. В него впадает 336 рек и речушек, а вытекает всего лишь одна. Это Ангара. Длина реки составляет 1779 километров. Река является самым крупным притоком Енисея. Входит в перечень водных путей Российской Федерации. Недалеко от города Лиссосибирска, в месте впадания, Ангара полноводнее и шире Енисея. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Название реки произошло от бурятского корня Анга, который означает открытый, раскрытый. В исторических источниках 8 века река упоминается под названием Ангара-Мурен. На Ангаре расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск, Свирск, Устилимск, а также большинство более малых населенных пунктов. На Ангаре находятся 4 гидроэлектростанции, которые формируют Ангарский каскад ГЭС. Первый мост через Ангару был построен в 1891 году, который просуществовал 45 лет. Самый последний построили в 2011 в Богучанском районе. Иркутская ГЭС находится в 60 километрах от истока. Участок от истока до Иркутска называется Иркутским водохранилищем. Максимальная ширина – 1100 метров. Строительство началось в 1950-м, а закончилось в 1958 году. В зоне затопления Иркутского водохранилища оказалось 138 тысяч гектар, в том числе 32 тысячи гектар земель сельхозназначения, более 200 населенных пунктов, участок шоссейной дороги Иркутск-Листвянка и часть Кругбайкальской железной дороги. Из зоны затопления было переселено 3300 дворов и 17 тысяч человек. Уровень водохранилища был поднят на полтора метра, в результате чего стало глубочайшим водохранилищем в мире. Исток Ангары – самый широкий и крупный в мире. Ширина истока – 863 метра. На середине истока находится шаман-камень. Его высота над водой составляет полтора, а под водой – два с половиной метра. Шаман-камень упоминается в легендах и преданиях. В древности жители Приангарья наделяли шаман-камень чудодейственной силой. По верованиям это было место обитания хозяина Ангары – Амаса-Ган-Найона. На шаман-камне проходили особо важные шаманские обряды. Здесь давали клятвы и молились, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь. Сюда на ночь привозили преступника и оставляли его одного над холодными, леденящими потоками, чтобы он сознался в содеянном. Если к утру вода не забирала его, если он не погибал от страха и студенного дыхания Байкала, его прощали. Считалось, что на шаманском камне познается всякая справедливость и истина. Свидетельством почитания священного камня является усыпанное монетами дно вокруг него. В конце XIX века писатель Стахеев со слов местных жителей записал «Камень назван шаманским, потому что буряты шаманской веры признают его за обиталище ангонов – духов». Историк Миллер в первом академическом издании «История Сибири» 1750 года упоминает о священных скалах, заставляющих вздрогнуть. Такая скала находится у озера Байкал, к сапуду от того места, где вытекает река Ангара. Существует самая романтическая легенда на Байкале, связанная с истоком Ангары. Подросла у старика Байкала красавица-дочь Ангара. От чужих взглядов спрятал он ее в своих водах, и решил он найти ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Выбрал Байкал в женихе ей богатого и знатного Иркута. Но не нравился Иркут Ангаре. Из рассказов Чайки узнал Ангара о могучем богатыре Енисея. Вопреки воле отца, решила она ночью убежать к Енисею. Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости швырнул он в догонку Ангаре огромный утес, чтобы задержать беглянку. Но успела Ангара грудью рассечь береговые скалы. Там, где вырвалась Ангара из тисков Байкала, до сих пор высится шаман-камень, брошенный отцом вслед красавица. Легенда эта подтверждена учеными. Ангара, гораздо моложе Байкала, разлом в Приморском хребте, приведший к образованию проема, произошел относительно недавно, от 15 до 60 тысяч лет назад. Кто-то считает, что причиной стало землетрясение, а кто-то, что это из-за подъема уровня воды в озере. Байкал прорвался в долину Большой речки, которая раньше впадала в Иркут. Так образовалась полноводная река Ангара. Меньший по размерам Иркут стал ее притоком, а Большая речка сохранилась только в своих верховьях, превратившись в один из небольших притоков Ангары. Сравнительно теплая подледная вода Байкала втягивается с некоторой глубины, где температура воды выше нуля градусов, и быстрое течение делают исток незамерзающим даже в самые суровые зимы. Ежегодно сюда прилетают на зимовку птицы. Это единственная постоянная зимовка в Средней Азии. Большинство птиц – это 90% гоголи. Остальные – большие и средние крахоли, морянки и утки. Мелководный исток дает зимой птицам пищу. В связи с этим исток Ангары получил статус зоологического памятника природы в 1985 году. Если вы будете путешествовать по Байкалу, обязательно уделите свое время этой красивейшей сибирской реке. Чистая вода и невероятные рельефы берегов реки привлекают множество туристов. Вода в Ангаре кристально чистая, но только до Иркутска. Дальше экологическая ситуация меняется. Создание водохранилищ не только изменило рельеф бассейна реки, но и привело к исчезновению многих видов животных и рыб, издавна проживающих здесь. Местным жителям пришлось забыть про стерлядь и осетров, которых ранее было очень много. Теперь Ангара из быстрой реки с прозрачной водой превратилась в цепочку водохранилищ, отравленных промышленными стоками. Уровень воды сильно поднялся, что привело к исчезновению многих островов и порогов. Была затоплена большая площадь, покрытая лесами. Кроме того, плотины сильно влияют и на гидрологический режим озера Байкал, единственным стоком которого и является река Ангара. Спасибо за просмотр, цените и берегите природу. И всего вам доброго!